Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Ну что же, всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о слове, которое очень часто используется, и порой даже люди не совсем понимают, используя это слово и его значение, газлайтинг, которое было объявлено, в принципе, словом года. Пожалуй, это одно из таких самых популярных, часто употребимых слов в всевозможных дискуссиях, диспутах и спорах. Словом, года его объявил такой авторитетный американский словарь английского языка Мириам Уэбстер. Они обнаружили, что за прошедший год количество запросов в интернет связан с этим словом выросло на 1740%. То есть ощутимо. И мне кажется, что это очень хороший повод задуматься, почему за прошедший год людям стало настолько близко и интересно это слово, это понятие. Ну, давайте вот пойдем к истокам. И пойдем от простого к сложному. С фильма. Да, фильм «Газлайт», «Газовый свет», где муж хочет свести свою жену с ума, он периодически газовое освещение в доме, он его уменьшает. Жена говорит, что в доме темно, он говорит, да нет, нормальный свет тебе кажется. И таким образом пытается свести ее с ума и завладеть ее наследством. Я не знаю, кто первый из этого фильма сделал выводы и сделал такое слово «газлайтинг». Оно на слуху не так уж давно, несколько лет, мне кажется. Когда-то давным-давно на балконе была передача о газлайтинге. Что такое газлайтинг? Когда кто-то пытается кем-то грубо манипулировать, разубеждая его в его очевидной реальности, пытаясь подменить реальность своей ложью, выдумкой с целью добиться своих интересов. И, в общем-то, это понятная история, и такое было, бывает. Я вот сейчас помню такая забавная, в кавычках, история. У меня давным-давно была пациентка, которая как-то заметила ночью, что муж ее прокрался из дома с какой-то родственницей, ночевавшей в их доме. И куда-то уехали посреди ночи. И когда она спала, смотрела у окна, ждала, когда они под утро вернулись, вошли в дом, встретили ее в коридоре. Она не смотрит, а муж ей говорит, тебе это снится. Это тебе снится, иди ложись, продолжай спать. И она говорит, я не знаю, почему я пошла и легла обратно в кровать. Это такой, мне кажется, очень яркий пример. И понятно, что это такая манипулятивная техника, и люди ее применяют как осознанно, так и бессознательно. Вообще, когда мы говорим о манипуляциях, многие думают, что манипулятор – это такой холодный шахматист, который холодным умом управляет людьми, меняя одну манипуляцию на другую, подбирая разные ключики. Но, насколько я понимаю, в массе своей манипуляторы вовсе не такие. – Не такой глобальный какой-то заговор, где они просчитывают на сто ходов вперед? – Скорее, это делается как-то интуитивно, манипулятивность – такая природа человека. Он даже себе как-то эти вещи объясняет каким-то образом впоследствии, что в общем-то ничего плохого он не делает, и так далее, и так далее. И вот многие это делают, особо не задумываясь, преследуя некие свои интересы. Это слово «газлайтинг» прочно вошло в русский язык, даже такой неблагозвучный глагол «газлайтить» образовался. Он меня «газлайтит». Я «газлайтю», ты «газлайтишь». – Да, не «газлайтит». И мне кажется, у нас возникла следующая ситуация, когда слово «газлайтинг», как, впрочем, и слово «нарциссизм», оно вошло в повседневный лексикон, и люди им очень интересно пользуются. Когда им говорят что-то, что им не нравится, они немедленно обвиняют, потому что все уже начитаны, они немедленно обвиняют своего оппонента в манипуляции. Ты меня «газлайтишь», это «газлайтинг». – А ты вообще «абьюзер». – Это понятно, абьюзер, нарцисс, нарушаешь мои границы, занижаешь мою оценку, и так далее, и так далее. Но здесь мы упираемся в интересный вопрос. – А каков критерий, и как часто можно вообще со всем этим разобраться? Потому что, когда ты человека обвиняешь в «газлайтинге», ты говоришь, что ты мою подлинную реальность, мою правду пытаешься подменить своей ложью. Что это значит? Человек верит, что он-то как раз прав, а его оппонент – лжец и манипулятор. Но на самом-то деле, где критерий? Есть, конечно, очевидные вещи, понятные и недвусмысленные. Но мне кажется, сейчас это стало таким интересным способом. Если ты слышишь от человека то, что тебе не нравится, тебе проще обвинить его автоматически в «газлайтинге» или «манипуляции», или еще чем-то, чем задуматься, а может быть, он прав. А может быть, я действительно что-то делаю не так. То есть «газлайтинг» стал такой манипуляцией в квадрате. То есть с одной стороны «газлайтинг» – это манипуляция, но обвинение кого-то в «газлайтинге» существует – тоже манипуляция. Ну да. И, очевидно, эта ситуация, я понимаю, стала очень и очень популярной, раз выросли запросы в связи с «газлайтингом» более чем в 10 раз. Я думаю, она очень популярна. Я думаю, что нас вообще приводит к философскому вопросу, что же такое реальность. Ну да, вот опять «жуанзы», вот эти бабочки. И «жуанзы», если помните, все мы когда-то учили про идеалистическую философию, что мир – только мое представление и так далее, и так далее. И мы упираемся в то, что нас очень трудно определить, где реальность, где правда. И «газлайтеры», и те, кто кого-то упрекают в этом, на самом деле приходит к тому, что границы их полностью размыты. И никогда до тех пор, пока идёт такое фехтование манипуляциями, и никто не желает признать, что он тоже в чём-то неправ, добром всё это не кончается. Всё это приводит к тому или к прекращению отношений, или что кто-то должен капитулировать и признать, что он неправ. Здесь не предусмотрено вообще поговорить о том, что происходит. То есть с холодным разумом сказать «хорошо, тогда вот факты на стол». Спокойно, мы садимся и разговариваем. Я замечаю и по социальным сетям, и по историям моих пациентов, что это стало очень распространённым. Люди не пытаются выяснять отношения. Они сразу приходят к взаимным упрёкам и обвинениям. И обычно, в соцсетях здесь втягивается ещё большее количество, или начинается каша. Потом. Мы сейчас говорим о газлайтинге на уровне межличностных отношений. И это, с этого всё началось. Человек с человеком. Вот, например, это дискуссия между супругами, это дискуссия между детьми и родителями. Иди, тоже пойди разберись, никто не ведёт записи. То есть дети говорят, ты меня в детстве обижал, унижал, не общался. Он говорит, откуда, когда, ты что придумал? Мы тебя любили всегда и заботились. Или родители только говорят, почему они помнят только плохое. Мы ради них делали то-то, то-то, то-то. И, наверное, это искренне. А они нас всеми упрекают, как будто всё это мы делали стёрто из памяти. То есть эти отношения обычно, конечно, наиболее остры между близкими людьми. Чем ближе люди, тем обострённее конфликт, тем больше конфликт, больше манипуляций. И с людьми, да, это намного проще. Ты должен разбираться, пытаться трезво вслушиваться в суть конфликта, пытаться понять, где ты прав, где ты неправ и так далее. Но, если мы выйдем за пределы межличностных конфликтов и отношений и посмотрим на современную и политику, и историю, и так далее, это всё история газлайзинга. Но давайте посмотрим хотя бы на нашу историю Советского Союза или России как таковой. Да не привлекут мне к ответственности за фразу «нашу историю Советского Союза». Я не живу в Советском Союзе на данный момент. Сначала наступает советская власть, говорит, мы жили во времена ужасного страшного царизма. «Всех мучили, всех угнетали, кровопийцы, все наказаны по заслугам». Потом начинаются кровопролития, сталинские времена. Потом кто-то говорит, это всё были времена культа личности. Всё, что на самом деле по-другому. У нас совершенно другая жизнь, и люди другие, и так далее, и так далее. Потом наступает перестройка, потом заканчивается Союз, и говорится, мы все жили во времена ужасной советской тирании, и все, кто при ней жили, всех называют словом «совок», крайне мне неприятным. И раз ты совок, то ты человек примитивный, немыслищий, деформированный, и вообще с тобой иметь дело даже как-то и бессмысленно. То есть на самом деле мы имеем дело с очень сложной историей, потому что ладно, когда мы должны иметь дело со своей личной историей, на которую постигает, допустим, или нам кажется, что постигает какой-то другой человек, и с ним выяснять иметь дело со своими воспоминаниями как-то проще. А что нам делать, когда нам представляют совершенно другую картину истории, чем ту, в которой мы жили? И вот с этим всё намного сложнее, потому что я думаю, что на самом деле нынешняя история войны России и Украины, там тоже бесконечные кто-то, кого-то обвиняет, что он вообще никакой не украинец, а такой же русский, кто-то говорит, что да, вы русские вообще, настоящие русские – это мы, а вы – это помесь татары, финно-угорских народов, и бесконечная история, кто в чём виноват. Всё это переходит на уровень дискуссии и совершенно такой вопрос веры даже. Историки вытаскивают свои аргументы, и историки тоже, в зависимости от их политических взглядов, взглядят на историю по-разному. И наша реальность, в которой мы с вами живём, она ведь становится на самом деле совершенно какой-то расплывчатой и зыбкой. Обычный человек уже не знает, чему верить. Я помню, когда наступил крах Советского Союза, наступила латвийская независимость, люди заметались. Я знавал людей, которые сначала бежали и записывались в Народный фронт, потом они бежали и записывались в Интерфронт, но записывались ещё куда-нибудь. То есть у людей исчезла почва под ногами. Это как, возьмём глубоко религиозного человека, который всю свою жизнь строил на том, что есть грехи, есть праведное поведение, что потом есть страшный суд, ад или рай, и мы вдруг сказали, что ничего этого нет. Зря ты старался, и твои добрые дела никому не нужны, и грехи твои никому не интересны. Умрёшь ты, и не ждёт тебя никакой нерайские кущи, ни адские муки. Вот, представь, у человека рухнула вся система мировосприятия. Вот мне кажется, в этой ситуации в той или иной степени оказываемся мы все. Я думаю, что чем категоричнее и агрессивнее человек, тем больше ощутимо, как он изо всех сил защищает эту свою реальность, ту, которую он считает правильной. И, ну, наверное, это уже аксиома, это известная вещь, что когда человек в дискуссиях становится крайне агрессивен, он переходит на личность, и зло, на самом деле это внутри человек полон совершенно других проблем, которые он пытается отреагировать за счёт этой агрессии бесконечной. И мне кажется, мы в итоге все неожиданно в какой-то момент вынуждены задать себе вопрос, что такое моя реальность. Начиная от моих отношений с близкими людьми, хорошо, если они в общем и целом хороши, безоблачь, связывают любовь, и вам не надо ставить их под сомнение, что же происходит. Другое, когда начинает возникать всё сложно, и кто виноват, кто агрессор, кто жертва, и эти аргументы друг к другу перебрасываются, это одно, и второе, и начинаем задумываться, в каком мире мы живём, что такое история. Вот мне кажется, если начинаем задумываться о сегодняшнем моменте, о нашей жизни в Латвии, об украинской российской войне, или российско-украинской, как хотите, пытаться разобраться в этой реальности через политические статьи и новости, которые начинают читать из разных источников, какую-то информацию даёт, но очень условную, потому что, у нас это звучит в передачах много раз, к сожалению, практически любое, что мы прочли в газете, прочли в интернете, или даже, простите, услышали по радио, мы должны задать себе вопрос, оправдали это. Вот это реальность или это ещё кем-то деформируемая реальность. И, мне кажется, само осознание зыбкости этой реальности, само осознание того, насколько мы потеряны и не владеем информацией, вызывает очень сильную тревогу. Вызывает очень сильную тревогу. И, конечно, лекарства от тревоги, которые многие используют, они начинают видеть мир в чёрно-белом цвете. Я могу привести личный опыт, поскольку я занимался, вот новый научный руководитель в институте был Борис Элизаров, который, как раз занимаясь проблемой социальной памяти, рассматривал вот сам процесс о том, как исторический факт, который находит отражение в историческом документе, вот это хранится в архивах, постепенно используясь сначала историками, интерпретируясь, затем уже в более лёгкой форме в журналистике, постепенно превращается в какой-то уже исторический миф, то есть он постепенно теряет вот эти вот связи с этим историческим фактом, и проникая вот уже в сферы СМИ, вот массового сознания, становится вот какой-то, казалось бы, непреложной истиной, которую все верят, но никто не догадывается перепроверить, хотя можно вот обратиться вот к первоисточнику, к каким-то зафиксировавшим этот факт документам, которые являются, ну, для нас уже первоисточником, и, может быть, узнать, что всё на самом деле не так. — Ну, мы же все помним детскую игру в испорченный телефон, когда вот все сидят цепочкой, один другому что-то быстро шепчет на ухо, тот передаёт то, что услышал, другому обычно на конце цепочки звучит вообще не то слово или не та фраза, которая прозвучала изначально. К сожалению, с нашей реальностью что-то очень похожее. И, к сожалению, ну, мало кто даст себе время, мало кто есть время, такой титанический труд отслеживания исторических событий, которых тоже не однозначно. Никто профессиональных историков не полезет в архивы, никто не будет тратить время на поиски серьёзных исторических трудов. А это куда труднее, чем пересмотреть историю своей семьи. — Да, более того, по-моему, звучал, да, пример, ведь когда после войны американцы, чтобы показать ужасы нацизма, привозили немцев в концентрационные лагеря, ведь как раз был известен момент, когда, значит, фрау немецкая сказала, что это всё вы построили для того, чтобы убедить меня в том, что вот эти преступления были. Я в это не верю, потому что этого быть не могло никогда. — Зачем ходить далеко за примерами? Одна моя пациентка рассказала, что её мама, женщина таких, ну, нынче как-то, упёртая, разговаривала со своей близкой подругой, которая живёт в Украине. И подруга ей говорит, у нас падают бомбы и нас обстреливают. Мама ей говорит, это неправда, тебя обманывают. То есть, вот простая вещь. На самом деле, что происходит? Мамина подруга находится в реальности, которая страшна, в которой происходит война, жертвы и разрушения. А у мамы есть своя картина мира. И поставить её под сомнение совершенно невозможно. Поэтому ей проще на реальность закрыть глаза и сказать, что нет, этого не существует, чем попытаться услышать близкого себе человека. Был какой-то фантастический рассказ, я не помню автора, то ли Катнер, то ли кто, не помню. Там был чей-то дядюшка, который вдруг обнаружишь, когда он говорит, мы сказали, вон там гора за нашей эфиром, он говорит, нет никакой горы есть, вот правда её нет. Это когда дядюшка говорит, что чего-то нет, оно исчезает. Когда дядюшка начал какую-то фразу вообще про мир, звёзды и так далее, его срочно стукли чем-то по голове, чтобы он не успел сказать, что этого тоже нет, чтобы не исчезла Вселенная. У нас, к счастью, никто такими... Способностями. Да, способностями не обладает. Но, в общем-то, мне кажется, если мы начнём примерять слово «газлайтинг» к себе, к своей жизни, к нашим отношениям с близкими, с политикой и так далее, мы вынуждены достаточно жёстко и беспристрастно оценивать то, что происходит. Потому что есть ситуации, где мы живём в самообмане, что он более-менее комфортен. Например, ну вот это классическое «меня обманывать не надо, я сам обманываться рад». Многие рады обманываться, потому что проще закрывать на что-то глаза и видеть реальность какой-то выдуманной, но рано или поздно реально сейчас стучаться в дверь. И даже время баррикад в 90-х было совсем недавно, лет прошло всего ничего, с точки зрения истории. Даже сейчас огромные разночтения просто в воспоминаниях очевидцев. И это со многими мировыми событиями. Да, господи, 17-й год, вот потребовалось 10 лет, чтобы Троцкий от организатора Октябрьской революции превратился в оппозиционера, которого обвиняли во всех смертных грехах. И это тоже, и... Кстати, когда кругом все были шпионы, и все хортошицы, уроды Газлайтин, тоже вменной реальности. Люди действительно ведь тогда не могли... Ну, то есть они терялись. Вот вроде бы уважаемый человек, герой всех гражданской войны вдруг оказывается японским шпионом. То есть вот вы верите в это или не верите? То есть невозможно. Ну, были какие-то очевидцы, кому-то рассказывают какие-то дедушки, что мы тоже уже не знаем, что не было никого знаменитого штурма Зимнего, воспетого в революционных фильмах, что была обычная смена караула. Одни солдаты пришли, другие ушли. И на этом весь штурм Зимнего закончился. И так со множеством событий. И чем дальше оно от нас в истории отстоит, тем меньше у нас шансов восстановить, как же это было на самом деле. Опять, если мы не профессиональные историки, или эта история не наше хобби, в которую мы погружены с головой. Зачем нам вообще эта тема, о которой мы сегодня говорим, как мне кажется, но я это пытался примерить к себе, и этим делюсь с нашими уважаемыми слушателями. Мне кажется, нам очень важно понимать, какова наша реальность, в которой мы живем. Реальность наша совершенно точно очень сложная. Я думаю, что она всегда была сложной. И если мы пытаемся воспринимать ее через некую упрощенную картинку, которую нам транслируют, не важно кто, члены семьи, руководство, политические силы, в какой бы стране они ни были, наша реальность подвергается размыванию. То есть... И не всем это не нравится. Вспомните знаменитый фильм «Матрица», где был человек, который говорил, а я хочу жить в иллюзии, вот дать мне в иллюзии эту прекрасную жизнь, дать мне в ней деньги, дом, и я пусть это будет иллюзия, я хочу в ней оставаться. Мне не надо вашей грустной и ужасной реальности. Я думаю, что многие люди готовы променять ощущение своей подлинной жизни на какую-то картинку. Но мне кажется, само ощущение недоверия к себе, к своему восприятию, когда твое восприятие, твоя личная история приходит в конфликт с тем, что тебе рассказывают или близкие тебе люди, или государства и политики, ты или живешь в тревоге, ты до конца не уверен, где правда, что ты отмахиваешься, то всего тебе внутри нарастает тревога. у тебя нарастает тревога, или ты покорно принимаешь, что ты, кто-то тебе говорит. На самом деле, дружок, твоя реальность вот такая, а про все остальное забудь. И в этой реальности, отведенная тебе роль, тоже такая, и ты должен ее исполнять добросовестно, и тогда будет тебе хорошо, никто тебя не обидит. и кто-то готов это принять, кто-то не готов, потому что я видел людей, которые жили на звонок. Нет. Я видел людей, которые жили всю жизнь под гнетом неких семейных мифов, и это такая невеселая жизнь, потому что люди были вынуждены принимать, что они должны кому-то обязательно служить, что должны искупать какие-то неведомые грехи. Знаете, как вот в Библии этот первородный грех, у людей тоже есть некий первородный грех, который должны всю жизнь компенсировать, что ли, отрабатывать его. Люди, которые уже сами имеют взрослых детей и все еще чувствуют себя виноватыми перед собственными родителями, потому что родители им на всю жизнь объяснили, что их главный долг это слушаться родителей, и что родители это недосягаемая моральная и прочая высота, вершина, которой надо стоймиться, но достичь ее невозможно. И люди живут всю свою взрослую жизнь, пытаясь угодить кому-то. И то же самое, но все бы хорошо, но почему-то они оказываются у меня в кабинете. то есть попытка принять навязанную тебе кем-то реальность, попытка смириться с этим, попытка заглушить свои подлинные чувства и мысли ничем хорошим не заканчивается. Ты в итоге рано или поздно вступаешь в большой конфликт с самим собой, и это проявляется тревогами, разрушительными зависимостями, депрессиями, подобными вещами. И это что-то похожее, когда происходит, когда мы пытаемся видеть мир черно-белого в плане политики и прочего. И у нас есть шанс, во-первых, мы можем поступить несправедливо по отношению к самим себе, во-вторых, можем быть очень несправедливы, жестоки по отношению к другим людям, которые в данный момент уязвимы. И это со всех сторон. Ну, если кто-нибудь кто-то кричит, сюда понаехали эти ужасные украинские беженцы наглые и так далее, и так далее, а то их нечего им здесь делать. Кто-то кричит, здесь живут эти ужасные россияне, народ террорист и так далее, давайте их всех изгоним. И вот нам всем предлагают такие вот готовые реальности, которые не предполагают под собой какого-то анализа, дискуссии. Тебе дают готовую правду, если ты не согласен, тем хуже для тебя. Вот, мне кажется, все, что мы можем делать, это большими усилиями развивать в себе умение мыслить независимо и мыслить сложно. И точно как только мы видим мир в черно-белом цвете. Наверное, стоит спросить все-таки а вдруг я могу оказаться неправ или что-то поставить под сомнение? Да, но ставить под сомнение вообще полезно. Причем, мне кажется, даже ставить под сомнение вещи, которые исходят от людей, которые тебе симпатичны, идеи, которые тебе симпатичны, эти вещи впервые стоит научиться ставить под сомнение все ли здесь так прекрасно. И когда тебе рассказывают что-то абсолютно ужасное про какую-то группу людей, тоже стоит задаться вопросом, что там происходит. Мне кажется, наверное, мы никогда не познаем полностью свою реальность, в которой мы живем. Но чем больше мы ее понимаем, тем больше у нас есть шанс в ней себя чувствовать гармонично. Можно в какой-то степени управлять ее. Когда мы живем в реальности искаженной, чужой, навязанной нам, мы беспомощны. И ощущая свою беспомощность, мы или тревожны, или агрессивны, но мы точно зависимы и не самостоятельны. Врач-психиатр-психотерапевт Ириль Резник-Мартов. Программа Диагноз недели. Спасибо большое. Теперь до встречи через две недели. На одной волне с городом Радио Балк